Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык на практике Урок английского языка по уровням Мы с вами продолжаем наш плейлист который так и называется Английский язык до полного автоматизма Уровень 0 И для вашего удостовия все видео я добавляю в данный плейлист Друзья мои, спасибо вам за ваши добрые пожелания за ваши поздравления Очень приятно, что можете уже писать на английском языке Я думаю, вы поработали уже с зеленым плейлистом Оранжевым или синим Это отличное дополнение Да, действительно, соглашусь, что уроки очень информативные и стараюсь сделать качественный материал для вас И также Такого рода комментарии Комментарии Поздравляем вас с новым плейлистом и серебряной кнопкой Желаю теперь вам получить и золотую Я знаю, точно так и будет Огромное спасибо за ваши уроки и труд Ваш вклад принесет вам плоды и радости Еще раз огромное спасибо вам Друзья мои, спасибо вам В первую очередь Действительно, мы продолжаем работу А дальше уже, конечно, все будет уже так Я думаю, как кто заслуживает А вам, друзья мои, желаю Соответственно, отличных результатов И отличного настроения Хорошего прогресса Спасибо вам большое за добрые слова Это очень приятно, когда действительно люди Из себя вот такие добрые слова Могут вызволить Если так можно выразиться Потому что на самом деле мы начали новый плейлист На основе статистики Потому что статистика показала, что все-таки есть пробелы Именно с нулевым уровнем Но некоторые люди, наоборот, озлобились Но некоторые люди, наоборот, сказали добрые слова И, конечно, желаю всем быть в добром расположении, друзья мои И, соответственно, мы с вами разберем очень важные вещи Которые не разбирали в том числе в плейлистах Которые мы говорили были до этого А именно, соответственно, синий плейлист Оранжевый и зеленый То есть все равно мы стараемся эти плейлисты улучшить И не просто так одно и то же, как вы понимаете И мы с вами разберем сложные предложения На самом деле, да Я считаю, что самое основное – это говорить И чтобы вы могли строить сложные предложения Но используя простые фразы и слова Давайте с вами это сделаем Я вижу Ты знаешь это? Я вижу I see Ты знаешь это? Ты знаешь You know Это It I see You know it Здесь никакие знаки предметания не нужны I see You know it Если мы хотим сказать Я знаю, что Ты знаешь это Вот что Для соединения Вот таких частей предложений Это That И запятая перед That не нужна Это очень частая ошибка Скажем Я вижу Что I see That Ты знаешь Это You know it I see That You know it Значит, в английском языке Мы очень часто говорим Я думаю Что Я знаю Что Но Но носители языка Часто говорят Именно без That Это слово Опускают Но мы с вами это разбираем Чтобы вы знали Что это именно слово That И что запятая не нужна I see that You know it Далее Я вижу Ты понимаешь меня Я вижу I see Ты понимаешь меня You Understand me I see You understand me Если бы мы с вами хотели сказать Я вижу Что Ты меня Понимаешь Тогда мы с вами сказали Я вижу Что I see That Ты понимаешь Меня You Understand Me I see That You Understand Me Но мы с вами по умолчанию Без That Как обычно говорят Именно носители языка И Друзья мои Хочу вам сказать Что Если означает Уровень Ноль Это не значит Что вы ничего не знаете Нет конечно Это просто Материал Излагается Наиболее Доступным Способом Для тех людей У которых Минимальный Набор Знаний Чтобы наиболее Доступно Все объяснить И не было Чтобы Резких переходов От простого К сложному Итак Я вижу Ты Очень хорошо Говоришь по-английски Я вижу I see Ты Очень хорошо Говоришь по-английски Значит Ты говоришь по-английски You Speak English Из первого урока Мы с вами вспоминаем Что выражение Speak English Без Всяких Предлогов Очень хорошо Very Well I see You speak English Very Well И так же Мы с вами разбирали В первом уроке Что Very well Ставится в конце Далее Далее Я вижу Ты хочешь Это Я вижу Ты действительно I see Ты хочешь You Want Эту вещь This Это Вещь Thing Thing Видите Вот это на конце G То есть многие говорят Thing Thing Но это не гэ Это не произносится Просто Thin I see You want This Thin И соответственно Мы с вами говорили В первом уроке Что It Это просто Это Если Это Что ты Или Этот Это This То есть после This Мы ставим Видите Какое-то Другое Слово Там Это вещь Там Этот урок И так далее Далее Скажем Я вижу Ты Действительно Хочешь Эту вещь Я вижу I see Ты Действительно You Really Хочешь Want Эту вещь This Thing I see You You Really Want This Thing Слова Которые Трудны Для Произношения Потом Когда Вы Будете Много Раз Их Слышать Повторять Это Потом Все Отработается Так что Не волнуйся Если Кажется Сложным Что-то Далее Я думаю Ты Знаешь Это Лучше Я Думаю I Think Я думаю I Think Ты Знаешь Это Ты Знаешь You Know Это It Лучше Better Better Это Лучше I Think You Know It Better Я Согласен С тобой Я I Согласен Игри Игри С With 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 Тобой You Очень полезная фраза Я Согласен Давайте эту фразу отдельно запишем Я согласен I Игри I Игри Я Согласен с тобой I Игри With You Думаю Ты Согласен Со мной Я Думаю I Think Ты Согласен You Игри Со мной С With With Mnoy Me Which Is With Me Со мной I Think You Agree With Me I See You Know It I See That You Know It I See You Understand Me I See That You Understand Me I See You Speak English Very Well I See You Want It I See You Really Want It I See You Really Want This Thing I Think You Know It Better I Agree I Agree With You I Think You Agree With Me Я Учусь Очень Усердно Я Учусь I Study Вот Я думаю На русском языке Мы вряд ли бы Так сказали Я Учусь Очень Усердно Но В английском Языке Это Очень Ходовое Выражение Учиться Усердно Это I Study Hard Hard Усердно Видите Это Как А Длина А Hard I Study Hard Это Ре Не Произносится I Study Hard Я Учусь Очень Усердно I Study Very Hard То есть Если На русском Мы скажем Возможно Кажется Неуклюже Но Среди Носителей Языка Это Очень Естественно Это Очень Ходовое Выражение Нужно Запомнить Учиться Усердно Это Study Hard Работать Усердно Work Hard Work Hard Скажем Я работаю Очень Усердно I Work Очень Усердно Very Very Hard I Work Very Hard И также Еще скажем Попробуйте Сказать Я работаю Много Я Работаю Как вы скажете Много Вот Усердно Усердно И Почему Это На самом деле Вот Принято Что Во многих Учебниках Обычных Особенно Старых Изданий Все время Вот это Матч В утвердительных Приложениях Но Если Послушать Речь Носителя Языка То Именно Мы С вами Слышим A lot A lot И многие Просто Не понимают А Что Такое A lot Поэтому Я считаю Очень Важно Говорить Именно Правильно И Привыкнуть К этой Фразе A lot I work A lot Далее Скажем Ты Работаешь Много You work Много A lot You work A lot Я Вижу Ты Работаешь Много Я вижу I See Ты Работаешь You Work Много A lot I See You Work A lot Я Вижу Ты Работаешь Очень Усердно Я Вижу I See Ты Работаешь You Work Очень Усердно Very Hard I see You work Very Hard Я Вижу Ты Занимаешься Много Или ты Учишься Много Я вижу I See Ты Занимаешься Или ты Учишься You Study Много A lot I See You Study A lot Я Вижу Ты Учишься Очень Усердно Я Вижу I See Ты Учишься Учишься Очень Усердно Very Hard I See You Study Very Hard Я вижу Ты Работаешь Каждый День Я вижу I See Ты Работаешь You Work Каждый День Every Day Every Каждый Day День I See You Work Every Day Далее Я думаю Ты Учишься Очень Усердно Я думаю Помните у нас было Я вижу Это I See Я думаю Это I Think Я думаю I Think Я думаю Ты Учишься Учишься Study Очень Усердно Very Hard I Think You Study Very Hard Я думаю Ты работаешь Много Я думаю Ты Ты работаешь Ты работаешь Ты работаешь Много A lot A lot I think You work A lot Я думаю Ты знаешь Это Я думаю Я думаю Think Ты знаешь Это Ты You Know It I think You Know Это Далее Скажем Я думаю Они Знают Английский Я думаю I Think Они Знают Английский They Know English I Think They Know English Я Думаю Ты знаешь Это Лучше Я Думаю Как вы Скажете I Think Ты знаешь Это You Know It Лучше Better I Think You Know It Better Study Hard Work Hard I Study Very Hard I Work Very Hard I Work I Lot You Work A Lot I See You Work A Lot I See You Work Very Hard I See You Study A Lot I See You Study Very Hard I See You Work Every Day I Think You Study Very Hard I Think You Work A Lot I Think You Know It I Think They Know English I Think You Know It Better Друзья Мои Спрашивают Чего Начать Отличное Начинание Это Зеленый Плейлист Или screen Еще Достаточно Доступный Уровень Но Здесь Нужно Тренировать Память Не Нужно Торопиться Сложно Введите Конспект Выписывайте Повторяйте Запоминайте Что Better Это Лучше A Lot Это Много Выражение Study Hard Work Hard Если вы не будете, друзья мои, тренировать нашу память в рамках наших плейлистов, то никто вам больше не поможет. Потому что чем дальше, тем больше новых слов и фраз. И вообще, то есть дальше, не только в рамках данного плейлиста, а вообще уровень выше среднего, средний, выше среднего, нужно много слов, много фраз на основе, разумеется, грамматики и тонкости грамматики, что мы с вами разбираем. Нужно тренировать эту память. Поэтому рекомендую я вам это делать на этих достаточно простых уроках. И потом будет легко. И, друзья мои, замечательно, что только второй урок, но вы уже можете сами строить уже такие сложные предложения. То есть не просто там yes или no, да или нет. Но такие предложения вы уже можете сами строить осмысленно. Значит, возможно, еще тяжеловато. Так прослушайте, проделайте упражнения второй и третий раз. Чтобы легкость, чтобы у вас выросли крылья. И далее летите на этих крыльях, друзья мои. Мы сами двигаемся далее. Переводим. Я часто делаю это. Я часто. Вспоминаем, как произносится с первого урока. Often. Т не читается. I often делаю это. Do it. Я делаю это каждый день. Я делаю это. I do it каждый день. Я смотрю этот канал. Значит, смотреть какой-то канал – это глагол watch. Watch. Смотреть какое-то видео – это watch. Для телевизора – это watch мы используем. Просто видеть – это see, а смотреть – это watch. Получается, I watch этот канал. I watch this channel. Я смотрю этот плейлист. Я смотрю этот канал каждый день. Я смотрю этот канал. Я смотрю этот канал каждый день. Every day. I watch this channel every day. Мне нравится этот канал. Мне действительно нравится этот канал. Мне действительно нравится. Я вижу, тебе действительно нравится этот канал. Я вижу. Я вижу. I see. Тебе действительно нравится. Далее. Я изучаю английский. Я изучаю английский. Значит, вообще, вообще, изучать английский – это фраза learn English. Это звук э, э, learn, 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 learn English. То есть, я изучаю английский. I learn English. Также иногда встречается выражение. Значит, изучать английский – study. English. Study English. English. Но, видите, здесь study. А сегодня, наверное, это слово student. На английском это student. 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 Study English – это изучать обычно в каком-то заведении, в школе, в университете, на курсах каких-то. Обычно изучать английский мы с вами просто говорим learn English. Это более широкое понятие. То есть, если изучать английский онлайн, то это learn English. Самостоятельно тоже. Learn English. Мы обычно используем эту фразу. То есть, это встречается гораздо чаще. Вот. Но также не удивляйтесь, если встретить другой вариант. Study English. Это тоже употребляется, но обычно в каком-то заведении. Мы с вами по умолчанию используем именно learn English. как общий принт и как, в основном, говорят носители языка. Итак, друзья мои, продолжаем. Скажем. Я изучаю английский каждый день. Я изучаю английский. Интенсивно. Я изучаю английский. Я изучаю английский. Интенсивно. Я изучаю английский. I. Learn English. Интенсивно. Интенсивно. Казалось бы, такое сложное слово. Интенсивно. Но оно на английском практически так же. Ин. Вообще, ли – это суффикс многих наречий. То есть, многие наречия заканчиваются на ли. Скажем, я изучаю английский очень интенсивно. Как вы скажете. Я изучаю английский. Я изучаю английский очень интенсивно. Я изучаю английский онлайн. Я изучаю английский. Я изучаю английский онлайн. Так и будет онлайн. Итак, повторим. I often do it. I do it every day. I watch this channel. I watch this playlist. I watch this channel every day. I like this channel. I really like this channel. I see you really like this channel. I learn English. I learn English. I learn English every day. I learn English intensively. I learn English very intensively. I learn English online. Друзья мои. Мне действительно очень нравятся мои предложения и эти конструкции. И они заботятся в школе. Все не понимают обители в школе. Ну, как понять, нет, или можно раздражить учителя и так далее. То есть, такой вопрос, ты понимаешь, вы понимаете все. И это, на самом деле, вопрос, мне кажется, не очень уместный. С моей точки зрения, нужно проверять по факту. То есть, нужно сделать упражнение и действительно проверить свои знания. Иначе, друзья мои, о чем я уже с вами говорил, не раз это иллюзия понимания, как бы все голубым по Европам, а в результате мы ничего сказать не можем, ничего правильного сказать не можем, ошибки, ошибки, ошибки. Но здесь мне нравится, что, во-первых, вы сами понимаете, то есть, вот видите, вы читаете, вы понимаете, как устроено предложение, и вы можете все это уже сами сказать. Может быть, не сразу, с паузами вы это скажете, но, проделав это упражнение первый раз, второй, третий, у вас появится легкость. То есть, нужно именно довести до легкости. Друзья мои, мы с вами двигаемся далее. Скажем, я вижу свой прогресс. Я вижу, I see свой, то есть мой, my, my, прогресс, прогресс. I see my прогресс. Вы можете подумать, что это предложение у нас уже было в первом уроке. Да, было, но это предложение еще не закончено. Но я хочу большего. Как будто, но. Вот правильно я себе так скажу, но. But. Правильно или нет? Неправильно. Почему? Потому что перед but мы не ставим запятую. Не надо ставить запятую. В английском языке не принято ставить запятую перед but. I see my прогресс, but я хочу. I want большего more. But I want more. I see my прогресс, but I want more. И также здесь, помните, начале урока, я знаю, что I see that. Перед that мы тоже запятую не ставим. Это тоже частая ошибка. I see my прогресс, but I want more. Я говорю по-английски. I speak English. I speak English. Но я хочу более лучших результатов или более хороших результатов. Но я хочу. But I want. Помните, у нас с вами было слово лучше. Вот, better. И также более хороших или более лучших, как иногда говорят. Также better. Это более лучшие. Want better. Результаты. Результат это result. А результаты results. Results. Вот почему-то в обычных книгах и источниках редко вводятся такие слова, как, например, intensively. Или такие слова, как channel. Или такие слова, как result. Но я считаю, что нужно также использовать современную лексику. I speak English, but I want better results. Мне нравится английский. I like English. И я смотрю этот канал каждый день. И... Как будет и? И... Правильно или нет? And... Правильно. Только опять запятая не нужна. Это тоже частая ошибка. Мы не ставим запятые, нужно запомнить. Не ставим запятыми с вами перед... Вот о чем было сказано. But, and, that не ставится. I like English. And... Я смотрю... Повторю... Повторю... I watch... I watch... Этот канал... This channel... Каждый день. Every day. I like English. And... I watch... This channel... Every day. Повторим. I see... My progress. But I want more. I speak English. But I want... Better results. I... Like English. And... I watch... This channel... Every day. И далее... Батонируемся, скажем... Я знаю... Английский... Лучше сейчас. Я знаю... Английский... English... Лучше... Better... Сейчас... Now... I know English... Better now... Я думаю... Я думаю... Я знаю... Я знаю... Английский лучше... Я думаю... I think... Я знаю... Английский... Английский... I... Know... English... Лучше... Better... I think... I know... English... Я чувствую... Я знаю... Английский... Лучше... Я чувствую... I feel чувствовать. Я знаю английский. I know English лучше. I feel. I know English better. Я чувствую. Я говорю по-английски лучше. Я чувствую. I feel. Я говорю по-английски. I speak English лучше. Better. I feel. I speak English better. Эти уроки помогают мне. Эти уроки These lessons помогают мне. Help me. These lessons help me. Эти уроки Эти уроки помогают мне. Эти уроки These lessons реально really помогают мне. Help me. These lessons really help me. Я вижу Эти уроки помогают мне. Я вижу. I see. Эти уроки помогают мне. Эти уроки 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 Эти уроки, these lessons, реально, really, помогают мне. Help me. I think these lessons really help me. Мне нравятся эти уроки. Мне нравятся эти уроки, these lessons. I like these lessons. Мне нравится это видео. Мне нравится. I like это видео, this video. I like this video. Видите, это видео. Единственное число это. Мне нравятся эти видео. Видите, множественное число означает s, s, videos. I like these videos. I like this video. Значит, разница this и it мы говорили. Ведь это, но это что-то. Мы говорили там это видео, этот урок, это this. Просто это it. По умолчанию используем. Я знаю, ты понимаешь меня. Я знаю. I know. Ты понимаешь. You understand. Меня. Me. Повторим. I know English better now. I think I know English better. Ну, можно добавить для практики now, сейчас. Now это сейчас. Ставится в конце предложение. I feel, I know English better. I feel, I speak English better. These lessons help me. These lessons really help me. I see these lessons help me. I think these lessons really help me. I like these lessons. I like these videos. I like these videos. I know you understand me. Значит, друзья мои, цель данного урока была научиться строить более сложные предложения. Пока, видите, используя знакомую лексику. Но, тем не менее, мы с вами ее расширяли. Но главное, чтобы не было каши. Потихонечку мы с вами все это делаем, друзья мои. Значит, спасибо вам огромное за вашу поддержку. И мы продолжаем наш наиважнейший плейлист. Thank you, my friends. Спасибо, мои друзья. Я думаю, вы знаете, как это пишется. Ну, если хотите, могу еще раз прописать. Значит, thank you, спасибо, my friends. Мои друзья. Thank you, my friends. Спасибо, мои друзья. И желаю вам всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok